Поросёнок Однажды три поросёнка нашли дома огромную коробку. Как не старались они открыть её? Крышка застряла и никак не открывалась. Самый младший поросёнок потряс коробку, пытаясь понять, что внутри. Средний поросёнок сказал. Я думаю, там внутри три маленьких мячика. Младший поросёнок ответил. Если бы там были мячики, было бы шумно. Затем старший поросёнок взял в руки коробку и стал быстро её трясти. Я думаю, там внутри что-то мягкое. Поросята ещё немного помучились, пытаясь открыть коробку. И крышка, наконец, открылась. Оттуда высыпались разноцветные воздушные шарики. Старший поросёнок собрал шарики и вышел. Его братья с любопытством отправились за ним. Старший остановился у фонтана в саду. Один за другим он наполнил шарики водой. Младший поросёнок радостно закричал. Вау! Шарики, наполненные водой! Его слова услышали чуткие уши волка. Волк, который уже очень давно ничего не ел, сказал. Кажется, я слышу голос поросёнка. И он отправился по следу поросят. Наконец, он добрался туда, где были поросята. И спрятался в траве. Старший поросёнок, не подозревая ни о чём, сказал. Вы готовы к гонке по лопаням шариков с водой? Поняв это, волк подумал. Ох, быть мокрым это очень противно. Моя шерсть совсем испортится. Мне совсем это не нравится. А гонка с лопанием шариков началась. Пока братья смеялись и веселились, волк схватил младшего поросёнка за шею и затянул в траву. Но этого никто не заметил. Гонка продолжалась. Теперь старший поросёнок бросил шарик с водой в среднего поросёнка. Средний увернулся один раз, второй раз, а третий шарик попал. И он стал весь мокрый. Пока старший поросёнок радовался, говоря, «Я победил», голодный волк схватил среднего поросёнка за шею и утащил его. Старший поросёнок радостно прыгал. Но потом он внезапно остановился, потому что его братьев не было рядом. Он стал звать. «Братья, вы где?» Однако голодный волк уже унёс поросят и ждал, пока они высохнут, чтобы съесть их. «Я не могу есть вас мокрыми!» «Фу!» – сказал он. Поэтому волк решил падуть на поросят. В этот момент в ноги волка стали ударяться шарики с водой. Пока волк думал, «Ха, откуда они здесь появились?» У входа в пещеру появился старший поросёнок, словно герой. Прежде чем волк успел понять, что же происходит, поросёнок бросил гигантский шарик с водой в волка. Огромный шарик с шумом лопнул. Когда шерсть волка намокла, он стал тяжёлым, и ему было трудно двигаться. Он не мог ни съесть поросят, ни убежать оттуда. Он только и мог сказать, «А-а-а!» – ненавижу быть мокрым!» Радостные поросята побежали к своему старшему брату. Младший спросил, «Как ты нас нашёл?» – его брат сказал, «Я следовал по вашим мокрым следам». Поросята с восхищением обняли своего старшего брата. Вернувшись домой, они сшили для него плащ супергероя и подарили ему. Пока поросята обнимали своего брата в плаще, совершенно мокрый волк пытался высушиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова